Краповые береты, автомат в руках Деда Мороза – это фантазии военнослужащих роты спецназа. Но в канун Нового года в патронной ленте у сказочного волшебника – конфеты. Рядом по росту выстроились матрёшки, а на боевом посту охраняет важный государственный объект – пограничник с собакой. Центральная аллея военного городка превратилась в выставку снежных скульптур. Построено более 25 фигур, которые показывают, как организация служебно-боевой деятельности соединения. Это войсковые комендатуры по СГЭ построили паровоз, спецназ построил Деда Мороза в роли, так сказать, спецназовца. Подразделения РХБЗ построили БРДМ, свою машину. Подводя итоги конкурса, руководство дивизии оценивало новизну, идею, креативность и сложность выполнения работы. Сделать это оказалось непросто. Военнослужащие каждого подразделения старались вложить в скульптуру максимум творчества. Второе место заняла войсковая часть 3450 с снежным замком, с танком, моржом. В виде воина, который охраняет воинскую часть. Третье место выиграла войсковая часть 3796 в виде русских народных фантазий. Емели на печи, Баба Яга в ступе, а рядом царь Кощей замер со сказочным мечом в руках. И, конечно, главный символ наступающего Нового года – Дед Мороз, Снегурочка и нарядные ёлочки. Все снежные скульптуры выполнены с особым предпраздничным настроением. Но победитель только один. В первом конкурсе снежных скульптур им стала войсковая часть 3452. Ровный строй матрёшек и семейство медведей заняли первое место. Константин Сурков был в числе тех, кто смастерил медведицу. Идея пришла довольно спонтанно. То есть, как это проходило? Мы с ребятами обсуждали, были предложены разные идеи, варианты, всё обсуждалось. В итоге пришли к выводу, что можно всё-таки лучше будет сделать медведей. В Саровской дивизии озорные малыши чувствуют себя хозяевами. Один разлил мед, другой лезет на дерево, а медведица грозно осматривается, чтобы вовремя встать на защиту своего семейства. Создаётся впечатление, что фигуры делались легко и быстро. На самом деле, со снегом работать сложно. Во время вылепления замерзал снег, и нам приходилось уже на следующий день вытачивать изо льда уже не из самого снега. Тоже очень трудоемкий процесс. Снежные фантазии ещё долго будут радовать военнослужащих и создавать особое праздничное настроение. Если зима будет морозной, то скульптуры простоят до самой весны. Елена Грецкова, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24.